Буквально недавно вот-вот БСГ проводили подкаст и рассказывали о том, как они будут сращивать арену и Тарков. И прошло очень мало времени, и их обещания вступают в силу. Тенсет, спасибо вам. Обещают добавить нового торговца, его зовут Реф. 100% это не сокращение слова рефери. С его помощью мы сможем из арены в Тарков переносить деньги, монеты ГП, а также медаль Лего, новый предмет. Если вспомнить подкаст, то это новая валюта, за счет которой мы сможем выменивать различные вещи у того же рефа. Забавный момент, обещают распределить суточные лимиты, размер которых зависит от типа издания EFT Arena. Но ведь издание EFT Arena всего одно, это EFT Arena. Просто получить можно было ее разными способами, допустим, если ты иотчик, или ты купил Unhurt, или же просто купил ее отдельно. Ну да ладно. Комиссия за перевод денег будет 20%. То есть от миллиона у нас останется 800 тысяч. Если же это будут новые вот эти монетки, или же ГПшки, то мы будем платить 5% от их стоимости. Ну и наконец-то навык Харизма перестанет быть бесполезным, и размер данной комиссии будет напрямую зависеть от прокачки этого навыка. Торговец реф не будет доступен сразу. Подобно тому, как мы открываем егеря, нам тоже придется его открывать. Для этого нужно будет выполнить задание от лыжника, легкие деньги, часть 1. При этом цепочка квестов будет включать в себя задания как в EFT, так и непосредственно в арене, но принимать их можно будет только в самом EFT. Ну и награды тоже нам будут давать внутри Таркова. Также арена и Тарков будут связаны следующим образом. Общий уровень персонажа. Это весьма полезно, если тебе в основной игре будет недоставать какого-то количества опыта для достижения необходимых тебе целей, то есть прокачать торговца какого-нибудь, то ты сможешь банально добить опыт в арене. На самом деле достаточно спорная тема, потому что если ты играешь на EOD Edition, то у тебя в принципе повышенная репутация на всех торговцах. И очень часто ты выполняешь задания не ради опыта, а ради лояльности. И с таким добавлением, иотчикам необходимо будет делать еще меньше квестов для того, чтобы добить тот самый 42 уровень, который открывает тебе всех торговцев. Навык харизмы тоже общий для EFT и EFT арены. Но вот интересный момент. Сказано, что в EFT арене можно будет прокачивать мастеринг оружия, но не сказано, что он общий для EFT и EFT арены. То есть не ясно, это только односторонняя прокачка или же все-таки навык мастеринга является общим для двух игр. Кстати, теперь можно будет обнулить свой профиль в арене. Но при этом вы не потеряете ни ранг, ни арп, ни статусы разблокированных пресетов. Вопрос тогда, что мы вообще обнуляем? Получается, наши кд, выживаемости и прочую статистику? И хоть разблокированные пресеты не обнуляются, то будут ли обнуляться промежуточные результаты? Тоже хороший вопрос. Кстати, все самые свежие новости ребята узнают у нас из телеграма, поэтому если что, не забудь туда тоже зайти. Также завезут дейлики и виклики, завязанные на победах над врагами, в матчах, раундах, за что мы будем получать опять же опыт, деньги, гпшки, репутацию, в общем все как обычно. Дейлики и виклики точно так же можно будет заменять, что будет стоить денег, но обещают, что цена на это будет дешевле. В арену также добавят скрон, хрен пойми зачем, что мы будем с ним делать, неужели после матча можно будет выносить пресеты, или же это для кастомных пресетов что-то? В общем, увидим. Ну и раз добавили задачи, соответственно и докинут новую отдельную вкладку под названием также задачи. Режимы игры 2х2, 3х3 убрали, потому что по всей видимости они просто бесполезные и в них мало кто играл, ибо играть их долго, а эффекта мало. Кроме прочего, новый торговец будет предлагать нам хорошо модифицированное оружие, некоторое количество модификаций для оружия, редкие бронежилеты, бронепластины, шлемы, рюкзаки, контейнеров, ну типа хломовника или еще каких-то кейсов, предметы для крафта и построек в убежище, сигнальные пистолеты и заряды к нему, а также ключи от комнат погибших на арене гладиаторов. Большинство предметов будут продаваться за гпшки, но особо редкие уже за монету лего. Кстати, монету лего можно будет получить уже непосредственно за выполнение оперативных задач. Торговец покупает патроны, оружие и модификации оружия, ну как механик, но при этом чем ты сильнее прокачиваешь с ним отношения, тем большую цену он тебе платит за эти предметы. Из ЕФТ в арену также можно будет перекидывать деньги и монеты ГП, только непонятно для чего нужны эти будут гпшки в самой арене, наверное, чтобы отменять или заменять задачи, ну а для чего еще? Ну и есть, конечно же, суточные лимиты, сколько можешь ты переправить, и это уже зависит от твоего издания в Таркове, но тут хотя бы уже смысл есть. Комиссия из Таркова в арену по переправке денег 10%, что вдвое ниже, чем из арены в Тарков. Ну а на гпшке все так же 5%. Добавят новые предметы. Повязку, арена, знак чемпиона арены, холодное оружие, опок, тактикал, вастерленд, гладиус, короче, меч, принадлежавший одному из прославленных чемпионов арены. А также подсумок Тета, который выглядит на самом деле ужасно, и я вообще не понимаю, нахрена он нужен, пускай он и на 10 ячеек, но он полное говно, ибо в него нельзя положить сюрф. И эти предметы становятся доступны за выполнение квестовой цепочки рефа. Дополнительные изменения. Гпшки теперь стакаются до 20 монет в пачку. Базовая цена снижена до 7,5, раньше они были там за 20+. Их нельзя продавать ни торговцам, ни на барахолке, только тогда непонятно в чем суть их цены. Типа за 7500 их можно купить, так вроде бы ж нет. Также бартеры у других торговцев за гпшки принеслись данному торговцу. Также и одишникам и анхердам подняли на 20% персональные лимиты, то есть можем покупать не 100 патронов, а 120. И теперь те, кто обладают цветными никами, могут выставить себе не цветной ник, а серый, либо золотой. Это круто, наверное все жестко этого хотели. Вот такие обновления нам обещают, что получим в итоге мы еще посмотрим и разберем. А пока не забывай подписываться на телеграм, чтобы получать самые свежие новости. Я с тобой не прощаюсь, увидимся очень скоро. Давай, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok